всем привет добро пожаловать на мой канал и сегодня я начинаю очередной влог сегодня уже 13 марта среда я в студии сейчас около 8 утра вчера я достаточно много убиралась как у себя дома так и помогала соседки в ее квартире и в общем я поняла на что у меня вот я рассказывала меня высохла кожа средства faberlic для очистки духовок и плит мое любимое средство но видимо когда им пользуешься много то вот эти испарения они влияют в том числе и на кожу я сегодня встала у меня вот здесь вот покраснение вот здесь и кожи вот высохла обезвоженная ну вот кстати говоря на мне к тональный крем фарес хорошо скрыл покраснение выровнял тон кожи это меня порадовало я вообще сегодня не выспалась ой кошмар я не высплюсь я нервная но я вот каждый раз говорю себе что я постараюсь пораньше лечь и все это бесполезно кстати вчера узнала что выиграла в конкурсе у тани термилёвой ну надо сказать что никогда в конкурсах не побеждала но мне было приятно потому как в этот раз я прям хотела победить в том что мне так все подарки понравились ну в общем такой приятный сюрприз на улице и и ветер и снег и как-то и лед прям очень неприятно на все покажу ну вот то что за окном ужас надо чего-нибудь повеселее тут включить вот вот так так будет весело я еще не переодевалась никого нет вообще тишина ух сколько здесь гантелек прикольно я была в ашане и заходила фикс прайс на мариной роще взяла еще две такие сидушки по 99 рублей мне понравилось за свои деньги хорошее качество мне подходит расцветка я решила что пусть будут не только под пятую точку но еще и под спину и плюс еще стулья преобразятся хотя они у меня и сами нормальные меня полностью устраивают в леруа мерлен сидушка стоит однотонная 400 чем-то рублей конечно это классно но вот я в танцевальный зал брала это одно и совсем другое когда брать на кухню где можно что-то пролить испачкать понятное дело что все это стирается но если вдруг не отстирается можно хотя бы заменить ну то есть получается что за за 100 рублей до 400 рублей это четыре подушки это очень классно единственное что вот здесь вот сейчас покажу вот эти вот завязки они сделаны прям вот два конца пришиты и я вот вынуждена отрезать чтоб получились две завязки это не очень конечно но и вернее этот как бы странно вот уберу из кадра взяла как уже говорила две штуки также у меня попросили взять для кошки корм пули на вану сегодня был по акции 200 с небольшим рублей за 400 чем тот опять же попросили взять от depend впитывающие трусики собаки взяла куриные спинки но они вроде как всегда по 70 чем-то рублей попкорн взяла вот такой вот одна такая коробочка 990 стоило сладкий попкорн вот так вот все это выглядит то есть это для микроволновки получается такой стакан в каждом стакане 100 грамм и в общем того 200 я взяла две пачки взяла на пробу салфетки для малышей курносики 8 штук 41 рубль и свои любимые детские салфетки 75 штук 40 рублей но разница в цене невелика одна салфетка вот и желтой пачки 53 копейки 52 копейки от 53 кажется так меня попросили еще но это я все взяла себе еще меня попросили компотную смесь взять 60 чем-то рублей также попросили вискос ну я взяла вот с кроликом и индейкой одну штуку по 17 чем-то рублей и когтеточку для кошки там ковролин пропитка какая-то не знаю картон что ли ну надеюсь кошки понравится просто у нее старые уже пришла в негодность и еще взяла 4 упаковки гольфы цвет загар 20 дн они мне общем-то нравится ничего не могу сказать плохого и также я как-то показывал вот такую штуку raptor от тараканов могу сказать она помогла она хорошо работает но такая штука рассчитана на 25-30 квадратных метров но надо понимать что квартира это не единое пространство комнаты коридоры и все прочее поэтому на мою квартиру нужно брать три штуки я ли уже закончила ремонт на кухне в общем-то и в принципе тараканов не наблюдается но я решила купить три штуки и сразу полностью обработать всю квартиру на всякой случай чтоб не было никаких проблем ну как-то так 390 рублей стоило но знаете как бы если вызывать из какой-то конторы то будет примерно то же самое даже дороже вернее потому что там где-то три три четыре тысячи вот но по крайней мере лишним обработать не будет приехала в леруа мерлен и однотонных штор не было нужного цвета в итоге выбрала вот эти и взяла вот такую тюрь 326 рублей и эти по 900 чем-то 2 штук взяла еще выбирала вот эти и темно не вижу просто я хотела какие-то вот однотонные как вот эти красные но именно зеленые и теоретически и это могло бы подойти и это не хочется такие я подумала что уж тогда лучше вот эти вот у этих как бы нормальная цена и они подходят но вроде бы все равно что-то не то у этих чё-то цена 1400 чем-то две штуки брать вроде и подходят а все равно что-то не так я уже приехала из ашана домой купила но не для себя вот такой вот чайник соседка пожилая вот сейчас понесу я она просила у нее был без свистка и в общем она его сожгла хороший чайник как мне кажется симпатичный марк общем атмосфера 7 линия прованс чайник со свистком простите и заговариваюсь день был но очень напряженный подходит для всех типов плит 700 чем-то рублей также для нее купила спички спички там по рублю ваша не кастрюлька полтора литра марка каждый день тоже для нее так как пожгла разные кастрюльки у меня точно такая же я качеством очень довольна и смело могу рекомендовать у меня бы более года уже служит прекрасное качество я прям довольно очень а вот 200 чем-то рублей если я не сказала взяла хлеб нам с ней пополам потому что и ей много не надо и мне не надо по сути много я хлеб ем редко мне просто сегодня на и нужно как бы на ужин чтобы просто быстро на бутерброд что-то сделать впервые за долгое время лет за десять взяла ваша не готовое тесто потому что в связи с ремонтом не вообще не нет время готовить ну сами понимаете ремонт на кухне везде грязь ну как бы не располагает нет время поэтому взяла а тесто вот опять же сегодня может быть завтра утром напеку все-таки булочек и пирожков 46 рублей 50 копеек 57 копеек это сдобное тесто здесь так скажу ну 89 рублей килограмм и взяла вот просто тесто 500 грамм 39 95 тоже испеку какие-то пирожки плюшки я конечно больше люблю пирожки чтобы тесто было тонкое и всегда я делаю тесто сама мне это несложно и нравится но сейчас нет время а из этих плюшки плюшки ну ладно мне это ничем не грозит потому что у меня адские нагрузки в плане танца спорта и в общем я всегда хожу почти пешком где это возможно в дорогу взяла себе вот такие вот календельки соленые марки каждый день не помню сколько они стоили вот это в дорогу давно ходила вокруг вот такого шейкера я обожаю бутылочки для воды но мне было жалко покупать очередную бутылку платить за нее 200 с лишним рублей сегодня была акция 99 рублей к ним окне вот такая штучка дается нас также меня просили купить вот такие одноразовые перчатки 100 штук их могу порекомендовать для именно одноразовых простеньких действий они прекрасны вот эти салфетки каждый день плохого качества но я взяла для вот буквально короткой единовременной уборки как раз пойду к соседке там надо полы помыть так далее вот недорого и в общем нормально потом выброшу закончилась у меня кукуруза но обычно беру марку каждый день ее не было поэтому взяла развесную на 51 рубль 174 рубля за килограмм так хлеб я уже показала не знаю сколько он стоит также я взяла вот такие вот кубики для льда видела илю на канале саранчаю ли у ее дочери амари лайф но классная штука на самом деле в леруа мерлен я купила как вот показывала в магазине вот такую штору ну вот из того что там было мне более-менее приглянулась и более-менее подошло по цвету три варианта но первый вариант он вроде бы как бы и подходит и понимаете и вроде бы ну вот ну вот что то не то то есть я не была уверена что до конца подойдет он все-таки немножко совсем как бы вроде бы оттенки с виду похоже как-то она мне показалось будет смотреться плохо я обратила внимание вот на зеленый типа типа в клеточку я теоретически не против была бы штор в клеточку они конечно уютные но цвет вроде бы и нравится и в тот же момент он грубой какой-то ткань грубая и я так вот представила себе как они будут на кухне смотреться мне показалось что будет как-то неуютно как-то холодно ну вот по ощущениям те стоили тысячу с небольшим тысячу по моему 40 зеленые стоили 1400 чем-то ну то есть как бы я вот подумала и я ну первые все-таки я не хотела покупать потому что вроде и нравится и вроде бы не очень подходит вот эти вторые в клеточку ну для того для тех штор которые не вызывают восторга за две штуки 2 800 отдать ну как-то жалко а потом я посмотрела вот на такие то что изначально я вообще смотрела только минут мне нужны были прям четко однотонные зеленые ну какой то вот такой оттенок и вот увидела такие за 900 чем-то рублей ну я скажу сразу что не цена была решающей безусловно потому что я ехала я понимала что за одну штору я где-то отдам от 1000 до полутора тысяч рублей я это прекрасно понимала вот ну рассчитывала где-то на тысячу потому что то не в такую цену и были ну вот я посмотрела это наиболее то что мне подходит в общем взяла две шторы это кауфорд штора она идет с подхватом вот он то я потом конечно же все покажу здесь вот нарисована птичка вот можно видеть ее типа хвост ну и поскольку у меня лучше все так по не видите там птичьи перья я подумала что возможно и отличный вариант к тому же у меня здесь на кухне есть наклейки с бабочками что тоже хорошо ну иногда все что не делается вы знаете как говорится все к лучшему не иногда даже бывает всегда хотя не всегда легко сразу что-то принять вот такая информация если кому-то вдруг интересно честно говоря я очень устала поэтому сегодня не буду вешать конечно а завтра повешу надо еще прикрутить карниз и вам покажу ну сама упаковка удобная такая видите на кнопочках но я не знаю буду сохранять или нет купила значит две шторы и конечно же купила тюль тюль там прямо рядом висела то есть видимо они подбирали по оттенкам и видно что цветы конечно разные но оттенки похожи у меня как раз на кухне и такое бежевенькое и зеленое ну синего тут нет но и не страшно потому что я и не собиралась в занавесках что-то там синее такое что мне не понравилось вот все эти упаковки были какие-то открытые я вот искала что все было прилично вот с этими вообще была жесть причем знаете такое ощущение что чем вот я замечала товар дешевле тем он его я не знаю ну это же явно не продавцы вскрывали значит люди а почему к дешевому товару такое отношение ну и тем более это не самое вообще дешевое в общем на 140 на 180 тюль не знаю как она будет смотреться но в целом вот как раз тюль я рассматривала такие варианты там еще были похожие как у нас но они мне тоже по некоторым причинам не подошли так а здесь размер сто тридцать шесть на сто восемьдесят ну в общем то что нужно так это вот одна шторе на 300 чем-то рублей а дальше я купила вот такую подложку она силиконовая вообще конечно сначала смотрела на подложку за 400 чем-то рублей деревянную такая основательная добротная но дело в том что во первых она ее никуда не повесишь она такая тяжелая я решила до стеклянные всякие прочие мне не хотелось потому что уже расколола пару штук а здесь самое то отличные и вот видите можно повесить собственно это моя задумка также я купила вот такую прихватку такие конечно же продаются в фикс прайс да вот подложка стоила 64 или 68 рублей вот это тоже или 64 или 68 но по-моему у нас она или красная или розовая а я хотела именно такую здесь она более добротная она вот такая рифленая то есть явно будет не горячо и тоже вот на такой подвесочки подвесочки дальше мне потребовались вот набор крючков для полотенец они тоже были в разделе кухня пришлось их долго поискать оказалось кто-то из покупателей просто вот одну штуку перевернул и уже было не видно где и что ну у нас были такие можно даже не на где-то поискать но в общем суть вопроса 34 по моему рубля поэтому я решила взять лишними они не будут единственное жаль что вот у них же идет подбор всего абсолютно по цвету и почему не сделать вот эти вот однотонными я бы взяла например наборчик зелененьких скорее всего а может быть нет нет я бы взяла синенькие потому что как раз будет на фоне кафеля голубого вот так же я взяла для тех же целей вот такую емкость так сейчас минутку вот такая емкость я в нее насыплю соль я потом все это раскручу завтра покажу она вешается на такую палку забыла как она называется я ее тоже купила и завтра уже вам покажу тоже но все знают о чем идет речь можно конечно там много всего было но баночку я взяла одну она 7 с чем-то рублей стоит потому что я не хочу чтобы на этой штанге было что-то навешано в большом количестве только самое необходимое специями я пользуюсь постоянно но все-таки соль идет чаще всего и вот она пусть будет под руками всегда дальше вот к этой палке идут я взяла два таких наборчика как раз чтобы все это закрепить там даже такая а-ля и киевская отверточка и еще я приобрела вот такие крючки каждый крючок стоил 890 и было выгодно купить вот то что по одиночке я купила 10 штук по 5 штук которые были упакованы 50 чем-то рублей то есть это вот было по факту гораздо выгоднее вот но и повторюсь что палку уже покажу завтра она вот такого же цвета обычная вот такие дела сегодня 14 марта четверг испекла я из покупного теста ну типа что-то плюшек булочек издобного именно тесто я и кстати смазала яйцом но вот когда я делаю свое тесто оно всегда румяное здесь почему-то нет не знаю может быть рано вытащила хотя как мне кажется вполне нормально ну потому что с духовкой вообще все отлично ну в целом нормально по вкусу вообще знаете покупное тесто дело хорошее в том смысле что выручает в такие вот моменты когда нужно быстро а в целом мое тесто мне нравится больше она хорошо раскатывается здесь еще и дрожжей настолько много что просто пахнет дрожжами сделала начинку под пирог так как вчера я взяла два варианта теста чтобы на скорую руку все сделать у меня была измельченная капуста я для пирожков шинкую ее и когда остаются небольшие кусочки то есть именно не вот эти первые листья до которые под выброс а уже именно не просто небольшие кусочки которые сложно нашинковать я их измельчаю и и ну в измельчителе там и по маленьким пакетам на замораживаю в общем сегодня вот взяла один такой пакет рис на вареные кукуруза томатная паста фарш у меня был куриный и морковка но все это потушила рис варила конечно же отдельно ну и вот сейчас буду печь не знаю как получится я никогда не делала вот таким одним большим пирогом ну попробую ну в общем в противень положила форму пирог не знаю возможно он может и лопнуть и где швы тут разойтись смазала яйцом но не знаю короче ладно а попробую хотя бы один раз я из своего теста не рискнула но когда-то делать меня были мысли так попробовать на думаю тесто сделаешь и не дай бог все испортишь а здесь покупная вроде как не жалко начинка получилась в любом случае очень вкусная поэтому съедим пирог испекся ничего не развалилась слава богу но как по вкусу я не знаю сейчас пойду посмотрю как у меня в мультиварке рыба на пару сделала селения да у меня здесь кофе просыпался причем не пролился а именно я его просыпала буду на ночь все это мыть повесила шторы мне понравилось в принципе единственное когда их только повесила это было днем казалось как-то странновато непривычно все-таки представляла я себе здесь однотонной но я еще раз убедилась что в данном случае вот как получилось так и лучше и если бы были зеленые я бы скорее только проиграла и из тех трех вариантов я выбрала именно те что нужно они как раз ниже подоконника поэтому все отлично очень хорошо смотрятся что касается качества вот это вот сама тюль как мне показалось она вот как бы концу немножечко вроде бы как неровно как-то знаете то ли натянута то ли еще что то но сами швы все идеальные ничего не не кривое не сборит строчки ровные ну за 300 чем-то рублей хотя я в общем то не планировала покупать столь дешевую но раз я купила данные шторы то тюль висела рядом то есть подходила по цвету других вариантов не было точнее были еще какие то которые в принципе мне понравились могли бы подойти но они вот еще наверху там у нас такой ерундой которая мне не нужна но и здесь бы она я не думаю что смотрелось бы уместно да и у меня наподобие есть дома такие ну а эти шторы да эти в принципе тоже шторы мне понравились они шиты еще более качественно то есть тоже все строчки ровные тюль мне еще что понравилось что она по низу и по бокам она подвернута прострочены и не нужно искать где перед где зад лицо изнанка ну и здесь тоже в общем то самое поэтому здорово я довольна вечером вот вообще классно смотрится отлично ладно я влог буду заканчивать всем огромное спасибо за просмотр за лайки и комментарии если вы еще не подписаны на мой канал то подписывайтесь вам не сложно мне приятно большое спасибо за просмотр и до встречи в новых видео всем пока пока